Шенкетские киберпреступники похитили 65 миллионов тенге. Наслед организованной преступной группы правоохранителям удалось выйти после заявления одной из жертв интернет-мошенников. Доверившись псевдобанкирам, мужчина лишился 4 миллионов тенге и оформил два кредита. Действовали аферисты по известной схеме. Представившись по телефону сотрудниками банков, они сообщили о подозрительных операциях со счетом. Полицейские завели дело по статье мошенничества и начали искать интернет-мошенников. На родственные мероприятия задействовали специальную группу по борьбе с киберпреступностью городского департамента полиции. Проделанный ряд оперативных работ позволил выйти на след злоумышленников. Оказалось, что преступление совершено целой мошеннической группой, орудовавшей по всей стране. Шесть молодых мужчин, уроженцы Шенкента, за полгода обокрали счета 27 казахстанцев на сумму более 65 миллионов тенге. Жертвами киберпреступной группы стали жители столицы Шенкента, Алматы, Петропавловска, Кукшетау, Уральска и Караганды. Четверых задержали в Шенкенте и Туркестанской области. Двух объявили в международный розыск и нашли в России. Участники ООПГ проведут в тюрьме три или четыре года. Следствием установлено, что у каждого из них была своя обязанность. Один выполнял роль главаря и давал задания. Другие находили дроперов, людей по незаконному обналичиванию. А третьи снимали выручку в банкоматах. Несколько томов уголовного дела со всеми доказательствами полицейские направили в суд. Приговором суда мошенники лишены свободы от трех до четырех лет. Субтитры создавал DimaTorzok